Приветствую, друзья! С вами Евгений Тридчиков, и этим видео я начинаю экспресс-курс по работе с Google Tag Manager для начинающих. В этом уроке мы познакомимся с интерфейсом GTM и рассмотрим основные инструменты. Для начала работы перейдите по адресу tagmanager.google.com. Жмем «Создать аккаунт». Процедура элементарная. В качестве названия аккаунта и контейнера я привык указывать название сайта. В моем случае это testmysite.com. Таким образом, я буду записывать обучающее видео в рамках тестового аккаунта с несуществующим сайтом. В то же время я буду демонстрировать реализацию на активных клиентских аккаунтах, поэтому у вас будет возможность настроить все теги пошагово вместе со мной и посмотреть, как это работает на реальных проектах. Итак, указав название аккаунта, выбираем страну. В моем случае не принципиально, я выбираю Россия. Обратите внимание на чекбокс «Передавать анонимные данные». Наведите на вопросик, чтобы узнать подробнее. Я ставлю галочку. Жму «Далее» и в названии контейнера опять указываю адрес сайта. Выбираю объект использования «Website». Кнопка «Создать». Мы попадаем в интерфейс аккаунта Google Tag Manager. С первого раза он может испугать вас, но в действительности все проще, чем кажется. Давайте рассмотрим интерфейс и основные сущности, с которыми мы будем работать. Для удобства разделим интерфейс на три зоны. В шапке у нас находятся вкладки «Рабочая область», «Версии» и «Администрирование». В данный момент мы находимся в рабочей области по умолчанию, которая имеет соответствующее название «Default Workspace». В ней мы и будем работать в рамках курса. Дополнительные рабочие области создаются при работе с крупными проектами, например, когда с аккаунтом ведут работу несколько команд. Поэтому данный функционал нам не понадобится. «Версия». Всякий раз, когда вы вносите изменения в рабочие области и публикуете их, например, создаете новый тег, редактируете старый и так далее, создается новая версия контейнера. Этот процесс отображается в истории аккаунта. И вы всегда можете откатить изменения, либо поделиться с другом необходимой версией контейнера. Панель «Администрирование». Выполнена в том же стиле, что и панель Google Analytics. Думаю, она вам уже знакома. Здесь мы рассмотрим возможности управления доступом и импорт-экспорт контейнеров GTM, но уже в отдельных видео. Нажав на название контейнера в шапке, вы получите инструкцию для установки. Функция предварительного просмотра запускает режим отладки контейнера. Мы будем использовать ее всякий раз перед публикацией нового тега. Предварительный просмотр позволяет убедиться, что все работает исправно, и только после этого опубликовать новую версию контейнера. Перейдем к дашборту. Здесь вы видите набор плиток, и в целом будете пользоваться ими нечасто. Можно в один клик начать создание нового тега, добавить описание к рабочей области, что нам ни к чему, ведь она у нас одна. Перейти к управлению рабочими областями, что опять же не понадобится. Посмотреть историю версии контейнера, что может пригодиться. А также видеть изменения над рабочей областью и перейти к истории на уровне аккаунта пользователей. Последняя часть интерфейса – панель навигации. Раздел «Теги» основной и позволяет начать работу над созданием новых тегов. Тег – это некий код, либо команда, которую мы хотим выполнить на сайте. Например, опубликовать сниппет Яндекс.Метрики на всех страницах сайта, либо отправить события в Google Analytics при успешной отправке формы. Эти желаемые действия мы и реализуем на сайте с помощью тегов. Раздел «Триггеры» позволяет создавать и редактировать триггеры, то есть правила активации тегов. Триггер – это некое условие для активации тега. Сработал триггер – активировался тег, как спусковой крючок. Можно сказать, что тег – это что мы хотим сделать, а триггер – когда мы хотим это сделать. Переменные – это наши помощники для работы с триггерами и тегами. Делятся на два типа – встроенные и пользовательские. В рамках курса мы будем работать с обоими типами переменных. Нажмите кнопку «Настроить», чтобы увидеть многообразие встроенных переменных. Как видите, по умолчанию включены лишь некоторые. В следующих уроках мы будем активировать и использовать необходимые нам переменные. Некоторые переменные имеют прямое отношение к уровню данных. С помощью уровня данных, по-английски «DataLare», мы также будем решать непростые задачки в следующих видео. Уровень данных – это что-то вроде информационного слоя, который видит и которым оперирует GTM. Мы можем помещать в уровень данных свои переменные и доставать из него значения тех, которые нам нужны. Раздел «Папки» позволяет структурировать сущности в рамках аккаунта. Например, мы можем создать отдельную папку и поместить туда все переменные. Опционально. Что ж, друзья, на данном этапе мы познакомились с интерфейсом Google Tag Manager. Как видите, пока ничего сложного, а вот потом мало не покажется. Сейчас вам нужно установить Google Tag Manager на свой сайт и перейти ко второму уроку, в котором мы создадим, проверим и опубликуем первый тег. Это будет тег Universal Analytics для всех страниц сайта. Ставьте палец вверх, если было полезно, и расскажите друзьям. Дальше интереснее. Продолжение следует...